Здравствуйте, с вами Денис и в данном видео расскажу про формы редактирования элемента и ее составляющие. Форма редактирования нужна для изменения контента сайта и настроек системных параметров. Вызывается путем изменения элемента или редактирования с помощью детальноправки. Давайте разберем на примере инфоблока новостей. Путем нажатия на данный значок или на название самого элемента мы вызываем действие, которое в свою очередь вызывает форму редактирования элемента. Мы видим форму детальноправки элемента. В отличие от формы отчета, которые более-менее типичны, их мы разбирали в предыдущих уроках. Формы редактирования настолько разные, что их не покажешь относительно типового образца. В ней могут быть настройки, закладки, различные функции для создания и редактирования элементов. Поскольку настройки системных модулей и элементы контента могут иметь достаточно большое количество свойств, то такие формы могут быть реализованы при помощи вкладок, а также самих страниц свойств. Обычно свойства сгруппированы таким образом, чтобы интерфейс был логически понятным, а на первых страницах размещается наиболее часто использованная информация, а на последующих другие дополнительные параметры. В данном примере мы видим страницу свойств информационного блока, где в верхней части расположены области закладок. Щелкая по закладкам мы видим страницу свойств самого элемента, можно сказать самой вкладки. Если мы хотим отобразить все вкладки в одном окне, достаточно нажать на данный треугольник и область вкладок становится неактивной, как вы заметили, а вся информация представляется в развернутом виде. Сами формы редактирования могут быть как маленькие, так и большие, как на примере этой и не помещаться на один экран. Для удобства можно закрепить нижнюю часть панель с кнопками сохранить, применить и так далее. Если мы нажмем на данный гвоздик, панель закрепляется и теперь при перемещении вверх она остается на одном месте. То же самое можно сделать и с верхней панелью. Это довольно удобно редактировать элемент, когда он сильно длинный. Все поля, обязательные для заполнения, выделяются жирным шрифтом. Также можно отметить, что формы, позволяющие работать с контентом, позволяют загружать изображение. Это хорошо видно на анонсе, щелкая по значку загрузки и подробно. Внешний вид формы для удобства можно настроить. Измените в ней вкладки и поля, для этого достаточно нажать на шестеренку и перейти в настройки данной формы. Также можно отменить настройки формы на некоторое время, пока не закончилась сессия. Для этого достаточно нажать опять же на настройки и нажать кнопочку сбросить. Система попросит подтверждение ваших действий. Соглашаемся и настройки все сброшены. Как настроить форму под себя я покажу в следующих видео. А в данном уроке мы заканчиваем обзор формы редактирования. Буду благодарен за подписку на канал и за вашу активность в виде лайков и комментариев под видео. С вами был Денис, до встречи в следующем уроке.